Страны-участники ОДКБ сели за стол переговоров. В первый день работы Координационного совета состоялась встреча в тройке – Россия, Беларусь и Казахстан. Страны обменялись опытом по реагированию на паводковые ситуации. Вместе они искали возможности повысить безопасность в своих странах и вовремя ответить на вызовы современности, в частности, на изменение климата. У нас идёт очень быстрая деградация ледников. А ледники, когда резко тают, вызывают образование моренных озёр. И вот мы недавно в Алма-Ате поимели очень серьёзное происшествие, когда на саму Алма-Ату скатился 30 тысяч кубов каменной грязевой смены. У нас коллеги таджийские и киргизские сталкиваются тоже с селевыми потоками, с землетрясениями. И спокойной жизни спасателям не будет, и количество таких ситуаций, на которые мы вынуждены реагировать, растёт. Второй день заседания Координационного совета прошёл в полном составе. Представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Таджикистана обсудили вопросы взаимодействия чрезвычайных ведомств в рамках ОДКБ, а также подготовку кадров для правоохранительных, противопожарных, аварийно-спасательных органов и специальных служб. Кроме того, страны-участники составили план совместных учений, направленных на повышение оперативности спасательных операций. При этом, если слаженность действий, которая происходит, вот как правило, в штабных учениях, то хоть в реале, в практике немножечко это отличается. Поэтому мы как раз заинтересованы на то, чтобы центр тяжести перенести на практическое обучение, на практическое повышение мобильности наших подразделений. И всегда во всех учениях ОДКБ, какие бы они ни были, и каких бы подразделений ни касались, или войсковых формирований, или правоохранительных спецподразделений, которые у нас тоже, в общем-то, есть в составе КСОР, всегда присутствует подразделение МЧС, которое выполняет свою задачу по ликвидации чрезвычайных ситуаций по защите населения, по защите военнослужащих. Поэтому все учения, которые планируются на следующий год, их очень много учений, в РАКО ДКБ, везде будут присутствовать подразделения МЧС. Договорённости, достигнутые в ходе заседания, были отражены в итоговых протоколах, которые подписали по результатам встречи. Кстати, заседание Координационного совета проходит в Сочи не случайно. Участникам хотели предоставить возможность не только насладиться красотами Сочи, но и ознакомиться с объектами МЧС России, их техническим оснащением, которое считается лучшим в нашей стране. Для этого им проведут экскурсию по пожарной части номер 19 в Олимпийском парке.